Участки открылись 8.00 и, несмотря на утро выходного дня, избиратели уверенно направились за своими бюллетенями. Спустя несколько часов на участке номер один появился Александр Лукашенко. Президент традиционно голосует в здании Университета физической культуры. Глава государства приехал с младшим сыном, поприветствовал наблюдателей, в том числе и иностранных, членов комиссии. Затем короткая сверка паспортных данных и Александр Лукашенко отправился в кабинку для голосования. А затем отвечал на вопросы отечественных и иностранных журналистов. Пока президент общался с журналистами, а встреча продолжалась более часа, на избирательном участке номер один своим ходом шло и голосование. Каждый из трех тысяч избирателей, включенных здесь в списки, мог беспрепятственно получить бюллетень и отдать свой голос. В частности, на участке номер один голосовали сыновья президента Виктор и Дмитрий Лукашенко. На свои участки, согласно спискам избирателей, пришли сегодня и другие кандидаты в президенты. Николай Улахович голосовал в общежитии Государственного технологического университета. Лидер Белорусской патриотической партии отметил, что выборы для него, как и для всех белорусов, знаковое событие. И пожелал удачи своим оппонентам. Для меня это праздник такой существенный, важный. Не каждому выпадает шанс стать кандидатом в президенты Республики Беларусь. Я волновался на самом первом этапе. Ведь я вернулся в политику спустя годы. И уже теперь, наверное, не выйду. На восьмом участке в столичном колледже свой голос отдавала Татьяна Короткевич. Она приехала сюда с матерью и мужем. После голосования первая в истории Белоруссии женщина-кандидат рассказала, что, несмотря на выборы, не меняет свои воскресные планы и прямо с участка собирается поехать на соревнования по волейболу, поддержат сына. Он играет в пионербол, отстаивает честь школы. Потом буду в городе активно проводить время. Схожу на выставку, пообедаю. Буду встречаться с командой, с наблюдателями. По месту прописки отправился за своим бланком для голосования и Сергей Гайдукевич. Лидер либерально-демократической партии пришел на выборы вместе с семьей и поделился с журналистами своим мнением о том, какой была эта третья для него предвыборная гонка. Эти выборы проходят очень достойно и очень высоко. В моем понимании на сегодняшний день были предоставлены прекрасные возможности всем кандидатам в президенты. Мало того, вы же сами знаете. Каждый день показывали по телевизору. Хорошие выборы, достойные выборы. Кто как себя смог, так и проявил. Не откладывая на вечер, в избирательный участок отправилась и олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер. Кажется, ее вопрос, для чего нужно прийти на выборы, даже немного застал врасплох. Ведь здесь не ради спортивного интереса, а по своему гражданскому долгу. Для любого жителя Беларуси сегодняшний день важен, потому что каждый голос важен. Это будущее нашей страны, наших детей, наше будущее. Голосую за мирное небо, конечно же, и за счастье, чтобы у нас все было хорошо. Вместе с кумирами молодого поколения свое право реализовали и те, кого называют легендами. В первую очередь, за здоровую страну, конечно, голосовали все врачи Беларуси. Каждый гражданин Республики Беларусь очень четко понимает, что сегодня очень много решается. Очень много решается, какая наша страна будет завтра. Я думаю, что никому из нас безразлично. Будем ли мы жить под мирным небом? Будем ли мы продолжать строить нашу страну, Республику Беларусь? Сможем ли мы заниматься тем делом, которым мы в этой стране все время занимаемся? Поэтому я нисколько не удивлен такому большому количеству людей, которые желают прийти и, как положено в всех терроризованных странах, отдать свой голос за того кандидата, с которым они связывают свое будущее. Своё будущее в руках на избирательный участок сегодня принесла семья Искуи-Абалян. Это первое публичное появление на экранах девятимесячной Сони и сразу подарок от председателя участковой комиссии. Сама певица не скрывает, по паспорту ей 44. Легко решилась на второго ребенка, а все-таки есть уверенность в завтрашнем дне. До встречи. Может быть, появится какое-то чудо света, я не знаю, восьмое, девятое. Конечно, хочется, чтобы наша Беларусь, чтобы она действительно в разных своих сферах открывалась для многих других стран. Сразу после воскресной литургии на свой участок вместе с супругой спешил настоятель Всехсвятского, прихода Минска, протеерей Фёдор Повный. Настоятелем прихода, который объединил величественный храм, памятник и социальный комплекс Дом Милосердия, отец Фёдор является с 91-го года и с тех пор не остаётся в стороне отважных избирательных компаний. Более ответственное дело в этот день представить трудно. Но самое ответственное дело для меня всегда начинается с молитвы. И цель такой молитвы не столько мольба, о которой говорит корень слова, сколько свидетельство. Свидетельство, что мы народ, что у нас есть отчий дом, славные деды и прадеды, и мы вместе заботимся о благополучии нашего общего Большого Дома Беларуси. И заходя в кабинку для голосования, гражданин Беларуси имеет право поставить галочку абсолютно в любой графе. В такой день важно каждому сделать правильный выбор, в первую очередь будучи честным с самим собой. Анатолий Занкович, Анна Волковец, Александр Матяс, Контуры.